Пятое письмо к Олимпиаде Усилились ваши мучения, устроены опять более широкие места борьбы, более длинные бега в ресталищах. В большее пламя раздувается гнев злоумышлявших против нас. Но не надо смущаться и пугаться, напротив, потому-то в особенности и следует радоваться и веселиться, увенчиваться и ликовать. Если бы вы в предшествовавшее время не нанесли дьяволу смертельных ударов, то этот зверь не рассверепел бы до такой степени, чтобы пойти дальше. То, что он нападает и набрасывается сильнее, что он проявляет больше бесстыдства и обильно изливает яд, служит, следовательно, доказательством как вашего мужества и победы, так и горшего его поражения. Так было в отношении к блаженному Иову. И тогда дьявол, после того, как был побежден в деле лишения праведника имущества и отнятия детей, давая ясное доказательство, что получил тяжелые раны, устремился к главе бедствий, осаде плоти, источнику червей, хору ран. Это я называю хором, венцом и роем бесчисленных наград. Даже и здесь он не остановился, нет. Когда у него не оставалось никакого другого подобного средства, потому что он навлек ту болезнь, как крайний предел несчастья, он опять стал пускать в ход и другие хитрости, вооружая жену, подстрекая друзей, возбуждая и делая дерзкими слуг, растравляя всем этим его раны. То же самое не перестает он предпринимать и теперь, впрочем, на свою же голову, потому что благодаря этому ваши дела с каждым днем становятся блистательнее, величественнее и светлее. Богатство ваше приумножается еще больше, выгоды еще изобильнее являются друг за другом непрерывные венцы. Через самое несчастье много возрастает ваше мужество, и козни врагов укрепляют ваше терпение. Такова природа мучения. Тех, кто кротко и благородно переносит его, оно делает выше несчастье, выше стрел дьявола и научает презирать злые козни. Так и деревья, растущие в тени, бывают слабее и меньше способны к рождению плодов. Те же, которые испытывают разные перемены воздуха и подвергаются нападениям ветров и жару солнечного луча, становятся крепче и забилуют листьями и гнутся под тяжестью плодов. Так бывает обыкновенно и на море. Те, кто впервые взошли на корабль, хотя бы они были и очень мужественны. В следствии своей неопытности смущаются, беспокоятся, подвергаются головокружениям. А кто переплыли много морей, кто перенесли много бурей подводных скал и утесов, нападения морских зверей и злоумышления морских разбойников и пиратов, кто выносили непрерывные морские бури, те сидят на корабле с большей отвагой, чем иные ходят по земле, садясь не внутри у основания корабля, но на самых его бортах, стоя без боязни и на носу, и на корме, равны и те, которые сначала на глазах всех лежали с дрожью и страхом, после того, как испытают большую бурю, и канат влекут, и паруса растягивают, и завелосла берутся, и смело бегают по всему кораблю. Итак, ничто из приключающегося, да не смущает вас. Враги невольно поставили нас в такое состояние, что мы не можем потерпеть зла. Истратившие все свои стрелы, они этим не достигли ничего больше, кроме того, что подвергли себя бесчестии и насмешкам, и всюду являются, как общие враги вселенной. Таково возмездие злоумышляющим, таков конец войн. Ах, как велика добродетель и презрение настоящих вещей! Через злоумышление она получает пользу, через злоумышляющих увенчивается, через делающих зло она начинает блистать сильнее, через пытающихся уничтожить ее, она делает следующих за ней более сильными, более возвышенными, непокоримыми, непреодолимыми, не имеющими нужды ни в оружии, ни в копьях, ни в стенах, ни в орвах, ни в башнях, ни в деньгах, ни в войсках, но только в твердой воле и постоянной душе и посрамляет всякое человеческое злоумышление. Итак, моя боголюбезнейшая госпожа, постоянно твердя это и себе самой, и тем, которые вместе с тобою ведут эту прекрасную борьбу, возбуждай души всех, набирай свой боевой строй, чтобы для тебя был двойной и тройной и многократный венец добродетели, как за то, что сама терпишь, так и за то, что и других побуждаешь к тому же, убеждая их кротко переносить все и пренебрегать тенями, презирать обман сновидений, попирать грязь и вовсе не говорить о дыме, не думать, что вам в тягость паутины и бежать мимо гниющей травы. А именно всем этим, да и того еще ничтожнее, является суета человеческого благоденствия. И нелегко можно найти образ, который точно выражал бы суету его. Кроме этого, своего ничтожества оно приносит еще тем, кто сильно жаждет его и немалый вред не только в будущем веке, но и в настоящей жизни. И даже в те самые дни, когда им, по-видимому, наслаждаются. Подобно тому, как добродетель в то самое время, когда она подвергается нападению, торжествует и процветает, является более светлым. Так и порог. В то самое время, когда ему прислуживают и льстят, обнаруживают свое бессилие и делают себя предметом большого смеха и крайнего осмеяния. Что в самом деле, скажи мне, было более достойно сожаления, чем Каин? И именно в то самое время, когда он, казалось, одолел брата и одержал над ним верх, и был исполнен злоба и гнева, гнева беззаконного и гнусного. Что порочнее той десницы, которая, казалось, победила, десницы, которая нанесла удар и совершила убийство, и того постыднейшего языка, который замыслил хитрость и распростер сети. И зачем я говорю о членах, совершивших убийство? Все тело несло наказание, будучи постоянно преданно стинанию, страху. О, дивное дело! О, необычайная победа! О, неслыханный трофей! Закланный и лежащий мертвым увенчивался и прославлялся, а победивший и одержавший верх оставался не только неувенчанным, но за эту-то самую победу и был караем и предавался невыносимым наказанием и постоянному мучению. Пораженный и умерший обвинял того, кто двигался, жил и говорил. Безгласный обвинял говорящего. А лучше сказать, даже и не умерший, а одна только кровь в отдельности и от тела имела достаточно сил для этого. Так велико богатство людей, добродетельных даже и умерших. Так велико бедствие дурных даже и живых. Если же таковы награды во время самой борьбы, то представь, как велики вознаграждения после состязания, во время воздаяния, при раздаче тех благ, которые превышают всякое слово. Печали, каковы бы они ни были, причиняются людьми и отображают ничтожность тех, кем они наносятся. А дары и награды даются от Бога. Поэтому они таковы, какими естественно быть дарам, даваемым со стороны неизреченной щедрости. Итак, радуйся и веселись, нося венок, торжествуя, попирая жало врагов более, чем иные грязь. Извещай постоянно нас о своем здоровье, чтобы и отсюда мы получили большую радость. Ты ведь знаешь, что нам и пребывающим уединение будет немалым утешением, когда мы постоянно будем узнавать о твоем здоровье. Будь здорово!